Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео, поехали! К слову, министр иностранных дел Кулеба сообщил о подготовке и организации визита новоизбранного президента Молдовы Санду в Украину. Бывший премьер-министр и лидер оппозиционной партии «Действия и солидарность» Санду является политиком либерального толка, выступает за вступление Молдовы в Евросоюз, укрепление отношений с США и, в отличие от своего предшественника Дадона, считает Крым территорией Украины. После официального вступления в должность президента в декабре 2020-го она собирается инициировать досрочные парламентские выборы, ломать хребты молдавским коррупционерам и прагматично отстаивать национальные интересы Молдовы на международной арене. Один из ее приоритетов – урегулирование проблемных вопросов в отношениях с Украиной. В интервью журналисту Дмитрию Гордону 12 ноября Санду подчеркнула, что когда она посетила Киев в качестве премьер-министра Молдовы в июле 2019-го, то у нее был серьезный разговор с президентом Зеленским и есть еще много о чем поговорить. По ее мнению, существует серьезная повестка по вопросу собственности и делимитации границ гидроэлектростанции на реке Днепр. Нужно иметь представление о проблемных вопросах в украинско-молдавских отношениях, чтобы найти взаимовыгодные компромиссы на необдуманные уступки. Не стоит недооценивать Санду. Она серьезный игрок по меркам руководителей постсоветских стран, выпускница Гарварда, экономист по образованию, с проложительным опытом работы в Министерстве экономики Молдовы, во Всемирном банке, программе ООН со связями в политических кругах США и Евросоюза. Лидер Молдовы могла бы лоббировать интересы Украины в отношениях с Западом и международными организациями, в том числе по вопросу регулирования конфликта на Донбассе, возвращения Крыма, предоставления международной финансовой помощи и грантов, если мы сегодня протянем ей руку помощи. Санду заинтересована в содействии со стороны Украины в борьбе с контрабандой из Приднестровья. Украина может предложить Молдове поставки электричества по выгодным ценам для приграничных молдавских сел, вернуть объекты на свои территории, которые в советское время были в ведении Кишинева, предложить варианты совместного использования водных ресурсов из водохранилищ, возможно периференции в сфере торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, в обмен на согласие молдавских партнеров не препятствовать развитию гидроэнергетики на Днестре. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи!